Американская ассоциация стоматологов подсчитала, что те люди, которые не выполняют стандартных правил чистки зубов, минимум на 20-25% больше болеют кариесом. И спешащие, торопящиеся, они начинают чистить только переднюю поверхность рисов. Да, они вот так вот чистят. Вот так вот они вот здесь чистят. И они фактически не вычищают боковые и задние поверхности. Потому что их труднее, сложнее достать. А рекомендуется-то как раз начинать с труднодоступных мест, на которые у тебя должно больше времени уйти. И иначе они будут подвержены кариесу, а это болезни и инфекции. И еще мы не делаем одну вещь, мы не пользуемся зубной нитью. Потому что снятие налета, особенно между зубами, это отдельная процедура, которая даже при чистке... Да эти наши гости, она не знает, что это такое. Нет, я знаю, но я не знала, что есть такое предстоятельное. Да, есть зубные нити, есть зубные нити, есть вот такие нити. Они должны использоваться, при том хотя бы раз. Но то, что вы делаете, вы делаете не совсем правильно. Вы должны сформировать такую буковку С. Вы не должны туда-сюда вот так вот делать. По одной стороне надо спуститься, а по другой подняться. Вот так и вот так. Так Казань нам демонстрирует. Татарстан. Татарстан молодец. Именно это приведет к тому, что вы будете дольше иметь здоровые и целые зубы. Угу. Короче говоря, на зубы надо время тратить. Потому что иначе как вы угнетесь, так шарахнутся от вас в стороны. Либо от запаха, либо от зубов ваших. Кошмарно. И вот эти зубные нити, честно, Андрей Петрович показал самую простую. Которая вот так вот отрывается. Да, отрывается. Она прекрасна. Мы ничего против не имеем. Но это уже специальные приспособления. А это уже специальные, да? Они у меня дома вообще стоят в стаканчике. И ты используешь один раз и все. Быстро, 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 быстро все почистить.